Впервые в строительной выставке принимают участие представители автодорожной отрасли. И это сразу привело к очень острой дискуссии во время круглого стола. Парадоксы дорожной отрасли – основная тема разговора. Причем участники настроены решительно, чтобы обсудить самые острые моменты, которые сдерживают темпы строительства автодорог в крае. Если умалчивать и говорить о том, что у нас все хорошо, и как-то себя там ласкать и говорить, что мы ремонтируем, молодцы, хорошо ремонтируем, хорошо содержим, это неправильно. Мы всегда должны находить те моменты, которые у себя в первую очередь должны искоренять. Умалчивать ничего и не стали. Например, руководитель управления автодорог по краю Вячеслав Цишук рассказал, что из-за волокиты с согласованием вырубки леса по строительству новых автодорог стоимость работ увеличивается на треть, а сроки существенно затягиваются. Недавно реализовывали проект Новогучана в Варварском районе. Само строительство автомобильной дороги протяженностью 6 километров заняло у нас 2,5 месяца. Документы мы готовили к этим вещам, начиная с 2010 года. Это просто ужас какой-то. 2,5 месяца строительства, и для этого пятилетняя подготовка к реализации этого проекта. Как пояснили представители Министерства природных ресурсов края, все дело в том, что леса принадлежат государству. И вырубка любого количества деревьев согласовывается в правительстве страны, что понятно, происходит не быстро. Тем более, что с такими просьбами обращаются и с других регионов России. Участники дискуссии пришли к выводу, чтобы ускорить процедуру, надо менять федеральное законодательство. Быстро это не будет. Это год, два, три изменения законодательства идет. Это юриспруденция. Также пересмотру подлежат различные нормы и стандарты, потому что, как отметили представители Крудора, дороги, построенные в прошлом веке, сложно оборудовать по новым правилам, не хватает денег. Но за нарушение ГИБДД обязаны штрафовать. Госавтоинспекция является надзорным органом. Глаза закрывать мы никогда не будем. У нас нет никакого ни морального права, ни чего. Мы будем работать, соответственно, привлекать к ответственности, если действительно со стороны собственника дороги, со стороны обслуживающей организации, ничего не делается. Поэтому безнаказанно ни в любом случае не будет. Впрочем, договориться в каждом конкретном случае возможно, например, создавая адресную программу по поэтапной модернизации дорог для их безопасной эксплуатации, подчеркнули в ГИБДД. Круглый стол вскрыл только часть парадоксов в автодорожной отрасли. Чтобы детально разобраться в ситуации, подготовить аргументированные рекомендации, в том числе и по изменению законодательства, решено создать расширенную рабочую группу, куда войдут представители всех заинтересованных сторон. Андрей Стародым, Севолод Никитин. Новости.